Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет, горячий из Канады! И сегодня я вам немножко расскажу о нашей тут жизни на Канадчине в период всего того, что происходит последние два года. Я, если честно, боюсь какие-то слова произносить, потому что YouTube вообще взбесился и очень плохо реагирует на упоминания чего-либо. Ну и вы понимаете, о чем я говорю, что у нас происходит последние почти два года во всем мире, поэтому я думаю, что вы меня поняли. Я хотела вот рассказать о том, что мы как-то впали в какую-то эру дефицита. Я вам иногда в моих видео, когда показываю магазины, я вам упоминаю и рассказываю, что у нас того нет, сего нет, полки полупустые в магазинах, хочется снять что-то интересное. Интересного вообще ничего нету, вещи в магазинах висят, такие впечатления, что как будто бы они с каких-то складов там завалялись в пятилетней давности или больше даже. И вот их сейчас всех повытаскивали, поставили на полки, потому что ставить нечего. Но я вот решила посвятить этому целое видео, потому что это какое-то, знаете, удивительное явление, которое я даже не знаю, это только у нас. Вот я знаю про Штаты, потому что у меня там живет семья, сестра, и мы с ней обсуждаем иногда это. То, что она мне рассказывает, и то, что я вижу, то, что у нас происходит, это немножко, ну, как бы отличается. У них тоже есть проблемы, но у них как-то они не такие. Вот когда я ей рассказываю то, что происходит у нас, она удивляется, потому что у них все-таки такого нету, как у нас. А у нас просто вообще, знаете, такое ощущение, что мы превратились в какую-то такую страну третьего мира, которая находится где-то на окраине вообще всего, куда ничего не доезжает, не доходят никакие грузы, и, в общем, ничего до нас не довозят, и мы как-то вот так вот в этом существуем. А в этой ситуации не то, чтобы мы голодаем, не боже упаси, не поймите меня неправильно, мы как бы вполне себе кушаем хорошо и даже поправляемся на этом, но, например, все, что касается вот продуктов даже первой необходимости, я не имею в виду еду, я имею в виду, например, электронику, одежду, машины, автомобили. Ну, в общем, сейчас я вам расскажу несколько примеров, вы поймете, о чем я говорю. Ну, давайте начнем с март 2020 года, как вот этот вот анекдот с туалетной бумагой, которая вдруг вся исчезла со всех прилавков магазинов, наверное, во всем мире, я не знаю, как где, но у нас точно она исчезла, и произошло это в один день, и вообще практически вот так вот раз, и все пропало в магазинах, включая продукты. У меня есть фотографии, я пришла в супермаркет, это был март или апрель 2020 года, я точно не помню, и я вот, знаете, с ужасом увидела, допустим, хлебные полки, такие металлические стеллажи, пустые совершенно, не было ни одной буханки хлеба. Полки дисталь-консервы, там макароны, они были почти пустые, там где-то завалялась одна коробочка каких-то макарон, но я сфотографировала это все, у меня до сих пор есть все эти фотографии, и меня это как-то, знаете, шарамило, потому что я, в общем-то, уже забыла про это, я последний раз такое я видела в 90-х годах, в Советском Союзе, в самом начале 90-х годов, когда заходишь в магазин, и там пустые полки. Ну, то есть у нас была еда какая-то, но мы, знаете, уже так привыкли и разбаловались, что есть большой выбор, что есть еда всякая, всегда, любая. Круглый год овощи, фрукты, круглый год вообще абсолютно все, и тут вдруг вы приходите в магазин, и вы видите пустые стеллажи, вообще пустые, с хлебом, например, не было хлеба, представляете, в супермаркете. Ну, там, про туалетную бумагу, всякие гигиенические там, мокрые салфетки, Lysol, это, ну, средство, которым все у нас моется, антибактериальное, все это пропало, санитайзер, естественно, маски, все-все-все тогда пропало. И было какое-то ощущение, такое, апокалипсиса слегка, такое, знаете, вот. Но, слава богу, уже этого давно нет у нас, с продуктами у нас все как бы хорошо, все вернулось на полки, все давно-давно уже имеется в наличии в любом выборе. Единственное, что у нас страшно подорожало, все очень поднялись цены на практически все, но это другая история. Вот, а вот что касается других вещей, например, знаете, таких долгоиграющих. Я вам сейчас расскажу историю с холодильником. У нас год назад, ровно в сентябре, то есть почти, чуть больше года назад, сломался холодильник. Причем ремонтировать его не было смысла, потому что он уже ломался третий раз. Мы два раза его ремонтировали, но третий раз мы решили, что хватит. Это уже как бы дело такое становится немножко глупое. И давайте пойдемте покупать новый холодильник. Мы поехали по магазинам. Магазины, где продаются у нас электротовары, вот эти домашние там холодильники, электроплиты и прочее, прочее. Вот это вот в один магазин пришли, в другой. А еще такая ситуация, что у нас холодильник встроен в кухню как бы. То есть у нас вокруг холодильника сверху шкафчики, полочки, по бокам тоже такие как стенки сделаны из вот этого вот кухонного деревяшки. Вот эти вот. И то есть он должен быть определенного размера, определенной ширины, глубины и высоты, потому что вот у нас есть вот определенная ниша для него, для холодильника, в который он должен войти. И это было как бы вот одно из условий. Второе условие, конечно, ну мы хотели там какие-то конфигурации, чтобы в нем были, ну и цена, конечно, не беспредельная. Вот. И поэтому вот, ну ничего такого особенного у нас вполне стандартная ниша для холодильника, ничего особенного, специального нам не требовалось. И мы стали ходить по магазинам, вот рассматривать размеры, нашли такой нам подходит, такой нам подходит. Мы подошли к продавцу и в первом магазине, и она нам сказала, что вот этот холодильник, который вы хотите, его сейчас у нас нет на складе. И я сказала, ну окей, а сколько нужно подождать? Она так закатила глаза и сказала месяца два. Для меня это был такой шок, ну как бы как это, что значит? То есть, ну такого быть не может. У нас не бывало никогда такого. Если вы что-то покупаете, то, ну, несколько дней там, пока вам привезут, пока это все оформят, знаете, ну как-то так. Ну вот чтобы, ну неделя, ну два месяца. Я так говорю, ну у нас нет холодильника, как мы будем жить два месяца без холодильника? Она говорит, у нас ничего нет, у нас пустые склады. И доставки в ближайшее время вообще не предвидится. Два месяца это было так, она, я так думаю, что она примерно, так сказать, какую-то цифру, просто чтобы как-то вот, ну, успокоить меня что ли, или что, я не знаю. Ну, в общем, короче, я говорю, мужик говорит, слушай, пошли отсюда, что это за ерунда какая-то, не может такого быть, я, что мы живем, где мы живем, что происходит вообще? Пойдем в другой магазин, ну их к черту. В общем, мы вошли в другой магазин, там тоже мы нашли даже несколько холодильников, которые мы бы хотели, вот этот, 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 на все три нам сказали, что их нет на складах, и время ожидания, ну, нам даже не сказали два месяца, нам вообще сказали, что мы не знаем, то есть это может быть полгода, это может быть три месяца, они не знают, то есть у них ничего нету, и когда будет, у них абсолютно нету никакой на эту тему информации. В общем, это было, знаете, мы так немножко так, о-о, а что там делать? И, в общем-то, мы уже начали думать, продаются такие вот маленькие холодильники, которые, знаете, я так показываю, маленькие, они небольшие, вот мы сыну в университете такой купили, маленький холодильник, на несколько полок, они, кстати, да, есть в наличии, как правило, потому что, ну, это такое, это не холодильник, это так, баловство. Игрушка, которая даже не в кухне уставит, в какую-то комнату, вот он студент в университете, и он, значит, у него в комнате стоит такой холодильник. Ну, хоть что-то, ну, хоть как-то. Там все продукты, которые у нас были, мы отвезли к моей подруге, они у нее там лежали. Ну, как бы мы же не можем к ней ездить за каждым яйцом и молоком. Ну, в общем, короче, ситуация патова. На самом деле, нам просто повезло, вот просто повезло, что в одном из магазинов мы нашли холодильник, который нам подходил по размерам, насчет конфигурации цены, это уже был вообще даже не вопрос, мы были готовы уже на все, что угодно. Все это как бы флексибл, и конфигурация, мы можем с чем-то смириться, и цена, как бы, мы можем заплатить больше, там, если очень нужно. А размеры мы не можем, потому что то, что есть, если он не влезет в нашу нишу, то все. И мы нашли холодильник, который оказался каким-то чудом волшебным, оказался у них в наличии на складе, причем их там было две штуки, мы, конечно, тут же его купили, радостно нам его на завтра привезли, счастья нашего не было предела, но вот это была ситуация, с которой мы столкнулись, потому что мы как бы до сих пор никогда не было такого вообще, такого вообще никогда не было. То есть, в общем, ну, и это было год назад, и, насколько я знаю, сейчас ничего не лучше, то есть, все так же, все тоже. Если вам что-то надо, опять же, повторюсь, холодильник – это предмет первой необходимости, это не какая-то роскошь, там, не тряпка какая-то, не туфли, которые можно не купить, а это вещь, которая нужна в доме всем. Вторая ситуация у нас возникла, когда, опять же, наш сын студент, он жил в общежитии в прошлом году, а в этом году они сняли с мальчиками дом на 5, по-моему, там человек живет у каждого комнаты, свой там, свой салон, кухня, и каждый в своей комнате живет, они в складч, они все за это платят, ну, вы знаете, такая система, студенты часто это делают, снимают такие дома, и он, значит, ему нужна была туда мебель, потому что в общежитии, когда он жил, там была мебель, мы решили, что свою из его комнаты он не будет брать, а он возьмет, мы купим ему новую в Айке, как бы, ну, которую не жалко там будет потом, если что, бросить, а если что, может быть, привезти домой, как получится, да-да, не будет. И мы поехали в Айке, у меня даже есть видео, как мы ходим по Айке, выбираем ему кровать, выбираем ему матрас, и, в общем-то, кровать была, матрас, который мы выбрали, я, по-моему, там даже сказала в видео, что мы ушли не солны хлебавшие, потому что матраса этого не было в наличии в этом магазине, и вообще-то такая редкость, насколько я знаю, в Айке всегда, практически всегда, все было всегда в наличии во всех магазинах. У нас вокруг Торонто есть, наверное, 4-5 магазинов Айке, и, ну, даже если вдруг вот у нас рядом с нами магазин небольшой, то есть, если даже там чего-то не было, то в соседнем магазине чуть побольше, если уехать в другую сторону ближе к Торонто, то там всегда было все, всегда. И мы, значит, я стала, зашла на их веб-сайт и стала смотреть, где есть эти матрасы, в каком магазине в проекте Торонто есть эти матрасы, их не было нигде. Ну, ладно, я так удивилась, ну, ладно, в общем, короче, проблему мы это решили, мы просто купили другой матрас, который был в наличии, не совсем тот, что он хотел, опять же, немножко подороже, ну, ладно, опять же, это, в общем-то, мы решили. А потом он хотел себе купить такую, знаете, тумбочку с полочками, как это называется, тумба с ящиками, ну, вот, чтобы складывать туда одежду, в его комнату, значит, мы тоже присмотрели тумбу, тоже тыц-пыц, таких тумб в наличии нет. Я посмотрела, что единственный магазин во всей Канаде, во всей Канаде, в котором есть эти тумбы, находится в городе Монреале, в Кребеке, то есть это другая провинция, это очень далеко от нас, и кончилось тем, что он просто сказал, что ладно, мы что-нибудь придумаем, купим что-нибудь другое, он, в общем, нашел решение, у него там шкаф есть, он туда какие-то купил ящики пластиковые, туда там он складывает, в общем, мы вошлись в тумбу, тем более, что у него места мало в комнате, он сказал, ну и ладно, ну и хорошо, что мы не купили, как бы даже и лучше, но как факт, это вот такая вот ситуация, потом опять же, в ту же Айке мы пошли, чтобы купить ему постель, постельный его на матрас, потому что он купил себе кровать большего размера, чем та, что у него была дома сейчас, и постельное белье не подходило, и мы, он не хотел покупать комплекты, вернее, пододеяльник и наволочки можно было использовать со старой его кровати, а вот простыня нужна была большая, потому что у него было больше кровать, больше матрас, и нигде в Канаде или в Антарио, я уж точно не помню, не было простыней вот такого размера, как нужно было и на его кровать, причем это стандартный киевский матрас, но простыней на этот матрас не было, нигде в Антарио, по-моему, в общем, опять же, он заказал на Амазоне, в общем, мы как-то решили этот вопрос, но просто, для меня это просто, ну как бы, знаете, ну, серьезно, ни тумбу не купить, ни простыню, ни, в общем, потом моя подруга стала рассказать, что она хотела купить какие-то шторы, она чуть ли не всю Антарио объездила, пока она нашла в каком-то магазине в единственном эти шторы, вот такая вот у нас сейчас ситуация, ну, у меня есть много примеров, там, я не помню, мы хотели какую-то, тоже в Айке купить какую-то стеклянную, знаете, такую форму с крышкой, и крышки, крышки есть, а формы нету, и когда я, они придутся отдельно, ну, эта форма по размеру и крышка, они как бы совпадают, то есть они друг для друга, пара, и когда я ходила с этой крышкой, нашла продавщицу, говорю, слушайте, а где сама форма-то, вот крышка есть, а формы нету, она так посмотрела, посмотрела в компьютере, говорит, формы нету, я говорю, нафига вы крышки, тогда продаете, она говорит, ну, вот мы что получили, то и продаем, то есть, у нас вообще в Айке такая, знаете, ситуация, мы ходим, когда я не обращала внимания, а вот последний раз, когда мы были, я обратила внимание, у них есть, в принципе, на входе магазин еды в Айке, не кафе, которое, там, готовая еда, а на входе у них продается в магазин, там, печенюшки всякие какие-то, вареник, скандинавские, какие-то шведские, какие-то там, рыба, еще что-то замороженное, ну, в общем, такой маленький-маленький, такой супермаркет, и я обратила внимание, последний раз, когда мы были в Айке, что очень много полок в самом магазине заставлено этой едой, ну, не той, что портится, которая должна быть холодильник, печенье, варенье, то есть, они свои пустые полки заставляют тем, что у них есть, вот этой вот едой из этого магазина, там, я не знаю, у них во всех отделах стоят какие-то вазочки, то есть, в тех отделах, в которых они не продаются, эти вазочки, но они стоят, потому что они не хотят, чтобы выглядело, что эти полки пустые, если бы они это все не расставили, то Айке у нас бы выглядела как полупустой магазин, в общем, вот такая вот ситуация, ситуация, например, с колесами у нас вообще, как бы, это вообще не, у нас зимой мы всегда меняем колеса, с летних на зимние, обязательно во всех машинах, как бы у нас, ну, вы понимаете, с погодным условиям, и мы купили новую машину недавно, и Теслу, и она требует специальных колес, которые можно заказать только в самой Тесле, потому что другие там колеса обычные, которые с резиной, вот эти вот, римс это называется, металлические штуки, на которые надевается резина, это зимние, они не подходят под Теслу, нужны специальные какие-то, их вот, ну, знаете, как вот это, эксклюзивность, как вот айфоны, которые у всех, зарядка своя, наушники свои, вот это вот, все то же самое с Тесла, у них все свое, у них колеса свои, там, коврики свои, все это, конечно, стоит соленых денег, но, что вы хотите, да, но, в общем, короче, и мы сейчас ездим, вот дело к зиме у нас, а у нас без зимних колес, вообще как бы кататься довольно это неприятно и опасно, и мы, значит, давно, в августе или в сентябре, я точно не помню, в августе, по-моему, еще, значит, позвонила я в их магазин, они говорят, что заказывайте на веб-сайте, а в Тесле все, абсолютно все, вы заказываете на их веб-сайте, вы ничего не покупаете, магазин Теслы, вот у нас в городе, он только, вы можете заказать у них райд, это, ну, вот если вы хотите покататься, попробовать машину, вы можете к ним прийти, они вас покатают на ней, и когда вы машину покупаете, тоже онлайн, Теслу вы покупаете онлайн, все это делается через их веб-сайт, чтобы забрать машину, вы тоже приходите в этот магазин, вот такая система, все абсолютно для этой машины, все примочки вы покупаете онлайн, на их веб-сайте Теслы, и мы, значит, зашли туда, и заказать колеса, и да, и вот это самое, они пишут, что у нас сейчас колес нет в наличии, но мы вас поставим на waiting list, то есть на лист ожидания, вот, напишите, пожалуйста, пришлите свой email, и мы вам пришлем email, когда появятся колеса, это было в августе, сейчас у нас конец ноября, колес нету, и в ближайшее время их не будет, и поставить чужие колеса на Теслу, это, в общем-то, можно, но это, она начинает хандрить, и поскольку там все электронное, то вот эта электроника начинает вам писать каждый раз, что у вас неправильные колеса, сейчас же смените колеса, вы нарушаете правильные техники безопасности, в общем, она очень-очень нежная машинка, и поэтому вот такая вот ситуация у нас, мы должны, то есть у нас вот колес нету, и вообще на вопросы, а что случилось, собственно говоря, почему вот с августа месяца мы не можем купить зимние колеса для нашей машины, они говорят, что у нас вот сломалась вот эта вот сеть поставок, и, в общем-то, то есть у нас нет колес даже для своих американских, так сказать, нужд, а уж в Канаду тем более, ну, в общем, короче, вот такая вот история, вот такая у нас ситуация сейчас в Канаде очень со многим, просто вот я опять же повторю, что это вещи, допустим, зимние колеса, или холодильник, или какие-то там постельные белья, это не какие-то вещи, которые, ну, как бы можно без них жить, в принципе, это вещи, без которых жить трудновато, поэтому вот, и, в общем-то, я же говорю, что просто ходя по обычным магазинам одежды, там обуви, причем как бюджетным, так и магазинам люксовым, если вы помните, я снимала в магазине Саксвифс Авенью, откуда меня выгнали, они дали мне снимать, там тоже были такие пустые полки, так все было как-то жиденько расставлено, в общем-то, у них то же самое, при этом я видела, недавно видео девочки из Нью-Йорка, которая снимала в этом магазине, Speaking of, кстати, говоря о том, что мне не разрешают снимать в этом магазине, она прекрасно снимала, никто ей ничего не говорил, и там наволом всего, то есть полно, даже не сравнить с нами, и я когда обсуждаю эту ситуацию с моей сестрой, например, американской, она слушает меня и говорит, слушайте, у вас вообще какая-то жесть там в Канаде, у нас, говорит, ну так как-то, ну цены поднялись, ну как бы, тоже у них, знаете, какая проблема, у них очень трудно сейчас купить машину, автомобиль, вот если вы хотите купить автомобиль, то вы раньше могли пойти и выбрать, я хочу Тойоту, я хочу Хонду, я хочу Мерседес, там, или все что угодно, сейчас люди покупают машины, которые есть в наличии, а не ту, которую они хотят купить, то есть вот такая ситуация в Америке есть, у нас, не знаю, если честно, никто из моих знакомых автомобиль не покупал, но говорят, что тоже так как-то все не очень, вот, но вот такая вот ситуация, но что касается таких предметов первого потребления, одежда, обувь, у них как бы нет совсем никаких проблем с этим, а вот у нас как-то так все грустненько, и когда это все кончится, и будет ли этому какой-то конец, неизвестно, и особенно все, что касается вещей, которые чуть-чуть подешевле, еще в магазин, когда вы приходите, что-то, что, в общем-то, ну, довольно дорогие вещи, они как-то имеются, а вот чуть-чуть цены ниже, чуть-чуть распродажа, и все, там уже тоже пустые полки, и уже все размели, и все расхватали, в общем, вот такие вот дела, напишите мне, что вы думаете, как в ваших странах, я знаю, что меня смотрят с разных, девочки с разных стран, что происходит в этом смысле в ваших странах, такая ситуация, другая, есть ли вот этот вот странный дефицит, вот этот, это вот самый пандемический дефицит, и все ли так, все ли как было раньше, или что-то изменилось сейчас, и буду ждать ваши, ваши комментарии, и буду рада, если вы со мной будете пообщать, на эту тему, а на сегодня все, люблю, целую, с вами была ваша Дита, из Дефицитной Канады, пока, бога, бай!